Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2556. Ведущие религиозные лидеры выразили свое несогласие с войной в Ираке. Как вам кажется, это важное единство или эти заявления на деле ничего не стоят? Ответ Патриарха Алексея II. Незадолго до войны проявилось необычайное единодушие представителей различных религий. Подавляющее большинство духовных лидеров мира высказалось против начала боевых действий за мирное разрешение кризиса. Межрелигиозный совет России, объединяющий традиционные религиозные объединения страны, в своем заявлении подчеркнул, что этот конфликт не является религиозным, а любые попытки религиозно оправдать его недопустимы. К сожалению, наши призывы не были услышаны. Тем не менее, достигнутое единство позволяет говорить о том, что миротворческое движение представителей разных религий вновь обрело мощный голос. Стало весьма заметным явлением даже с точки зрения тех, кто поддерживал войну. Эти люди вряд ли ожидали такого сильного и единодушного ответа. «Отвечает Игнатий Лапкин, страшно читать такие ответы духовного лидера. Ни звука о том, что войны – это лекарство от Иеговы за отступление от него. И сколько же проели денег эти с мощным голосом?» Левитам, 26 глава, 36 стих. «Оставшимся из вас пошлю в сердце робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует». Первая книга Царств, 12 глава, 10-11 стихи. «Но когда они возопили Господу и сказали, согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе». Тогда Господь послал Яроваала и Варака и Ифая и Самуила и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно».